Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о безусловности Божьей любви. Итак, Бог любит абсолютно безусловно. Что же это означает для нас с практической точки зрения? Первое, что необходимо в этой связи отметить, это достаточно важно, у Бога нет никаких предварительных требований к любому, абсолютно любому из нас. Дело в том, что Священное Писание говорит нам о том, что Бог полюбил нас прежде, чем мы стали праведными. И я даже думаю, что Он полюбил нас прежде того, как мы вообще появились на свет. Господь, Он пришел в нашу жизнь намного раньше, чем каждому из нас может даже показаться. Мы, как верующие люди, думаем, что мы встретились с Богом. И, кстати, очень многие как раз вот именно так и свидетельствуют, они говорят, я встретился с Богом там 5 октября 1998 года. На самом деле это не совсем правда. Первая встреча с Богом произошла задолго-задолго до того, как мы появились. Дело в том, что мы встретились с Ним в Его планах, в Его мечтах, в Его сердце. Так вот, потом Он нас сотворил, и Иов пишет, что зародыш мой видел глаза твои. Возможно, мы с вами об этом не помним. Но если вы проанализируете собственные чувства, когда в осознанном возрасте произошла ваша встреча с Богом, вы абсолютно безошибочно внутренне понимали, что действительно Он. Вам не нужны были какие-то признаки, какие-то другие вещи. Вы четко понимали, что это действительно Господь. Откуда вы это знаете? У меня такое чувство, что вот та встреча, которая произошла в материнском лоне, она запомнилась нам. Я думаю, что душа каждого человека помнит теплоту Божьих рук. Мы помним Его глаза, мы помним Его дыхание, потому что Он сотворил каждого человека, а не просто это была некая запущенная им эволюция. Мы – непосредственное личное творение Бога. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Господь все сотворил Своим Словом. Землю, свет, воду, небо, звезды, траву, деревья, животных, рыб, вообще абсолютно все. Кроме нас. Каждого из нас Господь творил, прилагая руки. Вы знаете, это настолько показательно, что просто даже, знаете, так будоражит внутренность. Бог не просто сказал и повелел, как говорит Писание, быть. Нет. Он взял кусок глины, Он взял кусок земли, и Он начал эту землю обрабатывать собственными руками. Господь не просто повелел, Он сделал. И я на 100% уверен, по крайней мере, это есть в моем сердце, что каждого из нас Бог непосредственно, лично, собственными руками формирует, вылепливает, придает форму, и потом, склоняясь над каждым из нас, вдыхает дыхание жизни. Таким образом, друзья, до того, как мы с вами вообще появились, Бог уже полюбил нас. Даже не говорю об искуплении, я не говорю о том, что мы с вами уже откликнулись на призыв Его любви. Нет. Я говорю о том, что мы никаким образом еще не проявили себя. И да, я 100% уверен в том, что Бог, несомненно, знает, что мы согрешим, знает где, как, насколько это будет происходить, часто и глубоко. Но не об этом речь. Речь о Его любви. Речь о том, что когда Он творил нас, Он понимал, Он знал о том, что мы с вами не устоим и обязательно упадем. Он также знал, что Он придет в твою жизнь. Он произнесет слова, которые коснутся твоего сердца, и ты вспомнишь теплоту Его рук и откликнешься на Его любовь. Ты пойдешь за Ним, ты посвятишь Ему жизнь. Ты будешь сомневаться, ты будешь переживать, падать и вставать, но ты будешь продолжать двигаться за Ним. Он все это знал. И Он пошел на этот риск. Итак, смотрите, Бог полюбил нас до того, как мы появились. И я думаю, что если у Бога и были какие-то условия для того, чтобы любить нас, то Он заложил это в каждого из нас при творении. Когда сегодня мы говорим о Божьей любви, мы в обязательном порядке должны понимать, что этих условий просто уже не существует. Бог полюбил нас тогда, когда мы с вами были грешниками. Смотрите, что пишет Иоанн в 1-м послании, 4-я глава, 10-й стих. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В том, друзья, любовь, что не мы полюбили, Он полюбил и отдал Своего Сына. Он полюбил. И поэтому, наверное, вот все сегодня и происходит. Все происходит не потому, что у Бога есть некое желание трансформировать нашу жизнь, что-то поменять, каким-то образом наполнить, переполнить, заполнить, сделать нас лучше, привести в какое-то хорошее место. Нет. Все ради любви. Он полюбил тебя, и поэтому все происходит. И у Его любви нет никаких условий. Хотя, кто-то из людей может не мыслить себе любви без каких бы то ни было условий. Чаще всего, когда мы говорим о безусловности любви, люди задают один простой банальный вопрос. А как же любовь без взаимности? Ну, я согласен, это достаточно сложно, трудно, и я бы даже сказал, очень болезненно любить какого-то человека, когда он не отвечает тебе взаимностью. Но в том и любовь Бога заключается, что Его как раз любовь взаимности и не требует. Посудите сами. Он же не приходил к вам и не говорил, дорогой, я хочу отдать своего сына за твои грехи. Мне хочется каким-то образом очистить тебя. Не будешь ли ты против? Кому из вас Бог приходил и задавал этот вопрос, спрашивая разрешение, можно ли принести эту жертву? Нет. Я не знаю таких людей. Почему он это сделал? Потому что ему не нужно наше разрешение, наше благоволение, наше соизволение для того, чтобы принести жертву любви. Ведь истинная любовь, она на самом деле не ищет взаимности. Не то, чтобы она ее не хочет. Она хочет получить взаимность. И я на сто процентов уверен, и в одной из наших размах я говорил на эту тему, что любимчики Бога это те, которые откликнулись. Но когда мы говорим о безусловности любви, то Бог, принеся себя в жертву, он не ожидал повальной реакции, что все люди теперь упадут на колени и начнут ему поклоняться. На самом деле, Господь, делая это, он рассчитывал на то, что он подарит нам вечное, великое и абсолютно неоценимое искупление. Он дал подарок любви. Кто-то скажет, что на самом деле я что-то не чувствую, я что-то не понимаю, а почему сегодня Бог не делает того или этого? Я думаю, что ответ достаточно простой. Ты просто не чувствуешь и не понимаешь. Но Бог продолжает тебя любить. Он не поставил никаких условий. Он сказал, что ты должен соответствовать. Твоя праведность должна достигнуть вот этой планки. Если ты чуть-чуть не дотягиваешь, то я не смогу тебя любить. Он не говорит о том, что ты должен быть послушным, ты должен быть совершенно святым, праведным, обязательно верующим. Кстати, это достаточно большое заблуждение, и мы поговорим об этом, что Бог любит только верующих. К сожалению, не говоря об этом вслух, не произнося этих слов в церковных кафедр, большая часть верующих по какой-то причине на 100% уверены в том, что Бог любит только верующих. Если бы это было не так, то почему сегодня столько высокомерия, столько унижения, столько пренебрежения погибающими, когда мы говорим, а эти халдеи, а что с них взять, а эти наркоманы, а эти там еретики, а это ж еговисты, что с них возьмешь? Вы когда-нибудь задумывались, друзья, что Бог, несомненно, любит каждого из тех, кем мы пренебрегаем? Ему не нужно, чтобы ты соответствовал каким-то правилам, каким-то нормам, каким-то другим требованиям. Ему нужно, чтобы ты просто откликнулся на его любовь. Обратите, пожалуйста, внимание на других людей. Знаете, я в детстве, летом, когда приезжал к бабушке, у меня было любимое занятие, это крутиться где-то возле нее. Потому что моя бабушка, она постоянно была центром внимания в той деревне, где мы жили, к ней постоянно приходили какие-то люди. У нас перед домом была лавочка, на которой моя бабушка садилась со своими подругами. И они просто сидели и разговаривали на какие-то темы, а мимо проходили люди. И я, проводя время рядом с ними, я вдруг обратил внимание, что наблюдать за людьми достаточно интересное занятие. На их лица, на их поведение, на их реакции. И уже будучи верующим человеком, я иногда просто наблюдаю, как мимо меня проходят люди. И однажды я вдруг увидел, что проходящие мимо меня люди, это не просто человеки, не просто халдеи, не просто погибающие, которым мы должны дать что-то от Бога. А это люди с судьбами, почти все эти судьбы поломаны, и абсолютно каждый из этих людей любим Богом. Они не знают об этом, они этого не понимают. Еще не дошел до них этот голос, они еще не услышали это откровение, но они уже любимы. Потому что все, что сегодня происходит в мире, вокруг них, это происходит ради них. Бог посылает и посылает своих служителей для того, чтобы эти люди услышали весть о любви. И у его любви нет никаких условий, кроме одного простого. Прими эту любовь, и тогда ты будешь в полноте. Но даже если ты не принимаешь эту любовь, он все равно продолжает это делать. Он все равно продолжает дарить подарки, он все равно продолжает защищать, оберегать, наполнять твою жизнь смыслом. Продвигать твои идеи и всячески показывать то, что он тебя любит. Никаких условий не существует. Кто-то думает, что любовь в обязательном порядке должна быть к тем людям, которые ее достойны. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые были на 100% уверены в том, что есть некая категория людей, которые просто не достойны нашей любви. Нашей, возможно, да, но они удостоились любви Божьей. Кто-то считает, что любовь без обязательств, это не любовь, потому что любовь, она как бы связывает, она связывает нас вместе, если же не одну проповедь на эту тему. Но мне кажется, что любовь как раз таки не связывает, а освобождает. Любовь, она придает свободы, вырастает крылья, ты способен летать. Но у нее есть другие узы. Это узы не долженствования, когда ты должен теперь ответить на эту любовь, а это узы, когда ты жаждешь давать. Когда ты не просто хочешь что-то потреблять, а ты хочешь отдавать ту любовь, которую ты только что обрел. Узы любви, это не узы, которые нас связывают, а это узы, которые нас привязывают к Иисусу. Это те веревки невидимые, длина которой совершенно бесконечна. Как бы далеко ты не отлетел, как бы далеко ты не отбежал, ты все равно будешь связан с ним и связан навсегда. Для кого-то любовь Бога, она безусловно до момента принятия, но как только мы ее принимаем, как только мы становимся верующими, вдруг появляется огромное количество условностей. Такое, знаете, благодать постфакту. И судя по тому, как живут многие церкви, я наблюдаю это и вижу, они проповедуют погибающим, они говорят, Бог любит вас, Он любит вас безусловно любовью, Богу ничего не нужно доказывать, вы не должны соответствовать никаким там специальным требованиям, чтобы принять Божью любовь. Но как только эти люди принимают любовь, как только они приходят в церковь, они моментально попадают в абсолютно ранжированное общество, в котором откровенно с кафедры говорится, если вы не носите косынки, если вы пляшете, если вы рукоплещете, если вы делаете вот это, вот это и вот это, вы недостойны Божьей любви. Опять же говорю, это не говорится напрямую с кафедры, но нам не нужно, чтобы нам это говорили. Мы просто вдруг попадаем в эту систему, в которой, если ты не соответствуешь определенным требованиям, ты нелюбим. К сожалению, церковь является воплощением Христа. Если хотите, я на сто процентов уверен, что церковь сегодня это и есть Христос воплоте. Так написано, мы тело, а он глава. И люди, они судят о нем, потому как мы себя ведем. И я думаю, что ни для кого из нас не является секретом, что люди не нуждаются в том, чтобы мы постоянно говорили о том, что мы их любим. Им достаточно провести с нами 5-10 минут, чтобы понять, что наша любовь банальная фальшивка. Мы говорим о безусловной любви, но когда эти люди приходят к нам, мы начинаем ставить им условия. Мы говорим, ты должен делать вот это, ты должен поступать так. Я в обязательном порядке тебя люблю, но ты должен что-то исправить. Особенно ярко условность любви постфактум выражена в отношении людей согрешивших. Мы ведь не прощаем, безусловно. Нам недостаточно покаяния. Нам необходимы какие-то плоды, нам нужно, чтобы человек всю жизнь доказывал, что он достоин нашего прощения. Но мне кажется, что прощение намертво связано с любовью. Если ты любишь, ты прощаешь до того, как эти слова произнесены. Не после того, как человек выполнит все твои иногда безумные условия для того, чтобы быть прощенным. Итак, любовь, безусловно, как до момента принятия, так и после. Как до того, как ты принял Божью любовь, так и после. Мы можем выдвигать определенные условия, как до, так и после. Бог никогда этого не делает. Если он сказал, что он нас любит, если он сказал, что для того, чтобы его любовь жила в нас, не нужны никакие условия, так оно и есть. Более того, когда мы с вами заговорили о любви, и человек впервые начал слышать то, что мы говорим, Бог уже любит его. Вообще, самое важное и самое, наверное, сильное проявление безусловности Божьей любви, как раз в этом и заключается. Что он уже любит, невзирая на то, принял ты это или нет. Бог любит нас, так же независимо от наших дел. Возможно, не все со мной согласятся, но мне кажется, что я прав. Грешен ты, или ты абсолютно безгрешен. Прав ты перед ним, или ты в состоянии какого-то там бунта. Он продолжает тебя любить. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Бог, он моментально, очень быстро и достаточно легко, как нам кажется, может простить абсолютно любой наш проступок. Стоит просто прийти к нему, да, и сказать, Господи, я тут не прав был перед тобой, и прости, пожалуйста. Как ты моментально чувствуешь ту свободу, вот как бы тиски, которые тебя держали, они моментально отпускают. И Бог не дает тебе такой целый список неких ингредиентов свободы, да, которые ты должен в обязательном порядке там пойти где-то найти в тридевятом царстве, выполнить эти вообще героические вещи, и потом ты будешь прощен. Нет, сначала он тебя прощает. Потом будет речь об очищении, потом будет речь об исправлении, об изменении характера, но прощает он сразу же, потому что именно прощение является одним из самых сильных выражений любви. Если ты не любишь, то ты в принципе не способен на прощение. Не играет роли наша жизнь, не играет роли образ жизни, который мы ведем, не играет роли качества этой жизни. Играет роль только то, что Господь продолжает тебя любить, невзирая ни на что. Мы с вами, когда согрешаем, моментально приходит враг, и он начинает тебе говорить, теперь ты нелюбим, теперь ты абсолютно не нужен, теперь ты абсолютно не важен для Бога. Это неправда. Настолько же неправда, как и неправда о том, что жертва на тебя не распространяется. Я имею в виду жертва Христа. На самом деле, даже когда ты согрешаешь, Бог не отказывается от тебя. Когда ты в прямом противлении Богу, Бог не отказывается от тебя. Когда ты в непонимании, в ропоте, в каком-то состоянии бунта даже, Бог не отказывается от тебя, продолжает тебя любить. Если бы это было не так, возвращение было бы в принципе невозможным. И тогда мы вернулись бы к закону, когда ты согрешил, и все. Но, послушайте, у нас нет этого внутри. Когда мы согрешаем, мы четко понимаем, что милость Божья, она никуда не исчезла. Почему? Потому что он продолжает любить. Вообще, послушайте, любая милость, любое прощение, любое принятие, любого рода понимание, желание понимать, оно основано на любви. В противном случае согрешил, и конец. Не существует тогда ни надежды, только ожидание гнева. Но надежда жива внутри нас. Нам не нужно постоянно говорить, Бог продолжает любить тебя, Бог продолжает любить тебя. Даже когда тебе не верится в это где-то внутри, в глубине твоего сердца, все равно бьется эта мысль. Бог продолжает любить. Бог продолжает любить. И это дает тебе силы вернуться к нему. Поверь в его безусловную любовь. Поверь в то, что тебе не нужно ничего из себя представлять. Тебе не нужно натягивать какие-то нелепые одежды. Тебе не нужно тренировать свою святость. Тебе не нужно становиться кем-то, кем ты не являешься. Ты можешь прийти к нему таким, какой ты есть. Ты можешь сказать ему то, что ты думаешь на самом деле. Во-первых, он и так это знает, а во-вторых, это никак не повлияет на его отношение к тебе. Потому что приняв решение любить тебя без условий, он никогда не будет выдвигать эти условия впоследствии. Его любовь ничто, ничто не может изменить. Никакие дела, никакие поступки. Никакое твое падение. Смотрите, что пишет Павел Ефесянов, 2 глава 8-9 стих. «Бо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». И, конечно, здесь речь идет не о любви. Но посмотрите, здесь есть очень важный принцип. То, что мы получили с вами его любовь. Это не наша заслуга. Это не то, что мы, знаете, как-то приоделись хорошо или достигли какого-то состояния, и Бог сказал, «О, это я полюблю». Нет, это не от нас. Никаким образом от нас не зависит. Любовь Бога к нам никак от нас не зависит. Он полюбил нас такими, какие мы есть. Но, знаете, есть еще одна интересная вещь, и мне бы очень хотелось об этом сказать. Бог, Он не только увидел нас такими, какие мы есть, Он не просто, знаете, принял нас такими, какие мы есть. Прямо сейчас Бог видит тебя тем, кем ты должен стать. Он видит конечный результат. Он видит то, ради чего Он тебя сотворил. Он видит тебя не слабым. Он видит тебя сильным. Он видит тебя не проигравшим. Он видит тебя победителем. Он видит тебя не грешником. Он видит тебя святым. Он видит тебя праведником. Он видит тебя сотворцом. Он видит тебя служителем. Он видит тебя тем, кто является причиной спасения множества людей. Он видит тебя человеком евангельского духа, а не ропотником. Он видит не просто лучшее, друзья, а он видит будущее. И это одна из причин. Одна из причин. Я думаю, что если бы мы с вами видели будущее тех людей, которые нас окружают, мы бы тоже верили. И продолжали любить. Это было бы намного легче для нас. Для Бога знание будущего не облегчило его задачу. Но это позволяет ему в нас верить. Он знает, для чего он нас сотворил. И я думаю, что та цель, которую он поставил перед собой, она достойна того, чтобы продолжать любить. Потому что то, во что мы должны превратиться в итоге, это прекрасно. Итак, друзья, Бог любит нас. Не взирая на наши дела. Бог любит нас, не выдвигая никакие условия для взаимоотношений с Ним. Бог любит нас. И ничто и никогда не может повлиять на это. Потому что это Его решение. А не наши усилия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok